Домашние деньги 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 Каждый сотрудник домашних денег может стать успешным и добиться своих высот. Я люблю свою работу. Если бы я ее не любила, я бы не достигала этих результатов. Вы знаете, наша компания в плане самореализации предоставляет огромные возможности. Можно как бы один из путей – это расти вверх по карьерной лестнице. С другой стороны, можно оставаться на своем месте персонального менеджера и при этом развиваться, увеличивать свою сеть своих клиентов и таким образом тоже реализовываться и состояться как персональный менеджер. Это прекрасная возможность отдохнуть, пообщаться с другими коллегами своими, поделиться опытом, познакомиться с кем-то, что-то узнать новое. Но помимо существенных достижений в финансовой сфере, в этом году у домашних денег есть особый повод для гордости. Сотрудники Смоленского регионального подразделения сформировали свою футбольную команду и громко заявили о себе. Иван, как мне рассказали, вы приехали из Смоленска и помогаете компании добиваться успехов не только в бизнесе, но и отстаиваете честь команды на футбольных соревнованиях. В этом году у вас была какая-то большая победа? Да, мы ждали этого соревнования уже второй год. Нам удалось победить в турнире 24 команд среди банков, микрофинансовых команд и страховых компаний. Победа нам далась нелегким образом. Довольно-таки сложная группа попалась нам. Но мы достойно представили нашу компанию и победили. В этом году особого признания были удостоены сотрудники, которые проработали в компании «Домашние деньги» 5 лет и более. Также ценные призы получили победители корпоративного конкурса «Пять звезд» за выдающиеся достижения по итогам года. Примечательно, что все призовые места заняли дамы. Почетное третье место и денежный приз 50 тысяч рублей получила Елена Синичкина, Московская область. Второе место и 100 тысяч рублей – Екатерина Полухина, Курск. Ну а самый главный приз – автомобиль – достался Екатерине Байковой и отправился в Калугу вместе со своей очаровательной владельцей. Компания «Домашние деньги» к своему семилетию показывает стабильный рост и ежегодно демонстрирует впечатляющие результаты. При этом дальнейшие планы столь же амбициозны. Наши планы как лидера компании микрофинансового рынка – оставаться лидером, помогать развитию самого рынка, потому что сегодня микрофинансовый рынок – это 85 миллиардов рублей. По нашим оценкам, которые поддерживает и Минфин, и другие органы, составляет 350 миллиардов. Соответственно, рынок вырастет в пять раз, и наша задача, безусловно, продвигать не только нашу компанию, но и рынок в целом, для того, чтобы мы могли дать возможность населению получать возможность кредитного финансирования, и, соответственно, люди, которые работают у нас, могли зарабатывать достойное вознаграждение. Ребята, у меня, честно говоря, слезы доворачиваются, хотя вот я мужчина и не привык плакать, но я вам скажу такую только, я не хочу долго говорить ничего, я скажу вам только одно, что 7 лет – это возраст, когда в советское время человек имел право идти в школу. Поэтому вы еще даже не тинейджеры, вы еще даже не юниоры, вы только начинаете идти по этому красивому, долгому пути. И мы, я надеюсь, вместе с вами, со всеми, и нас будет уже не 5,5 тысяч, у нас будет 15, 20, 30, 40, 50. Удачи вам, счастья, родным, близким, здоровья, благополучия, и всем нам вместе процветания, и хорошо учиться последующие 10 лет в школе. Юлия Нагорная, Георгий Худодян, Банкиру. Юлия Нагорная, Георгий Худодян. Кровь, поoineю, раскрыть тунцами, и после получше тебя живут Продолжение следует...